Сегодня обещанное продолжение лекции про сети, точнее про сетевые технологии, еще более точно про удаленный доступ. Я открою на всякий случай план, потому что практика показывает, что я обязательно что-нибудь забываю. Первое, что хотелось сказать, говоря про удаленный доступ, это перечислить список того, что мы так или иначе должны знать для того, чтобы про этот самый удаленный доступ чего-нибудь понимать. Поскольку он удаленный, значит, он по сети, у нас была, мне лично не понравившаяся лекция про сеть. Поэтому, чтобы не ссылаться на нее, сошлюсь на просто общеизвестные факты. Для начала, настройка сетевых интерфейсов в Linux производится, вообще говоря, без нас. Например, с помощью какого-нибудь Network Manager. Аплет к нему. Но узнать эту настройку можно с помощью команды IP. В частности, IP-адрес нам укажет адрес. Вот. И вот адрес нашего компьютера. Тут я понял, что есть одна проблема, но ладно. Вот адрес нашего компьютера в сети. В числе прочего, вот этот суффикс slash 16 означает, что 16 бит из из этого адреса – это адрес сети, и 16 бит – это адрес компьютера в сети. Соответственно, если не применять всяких других правил по умолчанию, то передача пакетов по сети происходит ровно по этой схеме, что если у нас… вот таблица маршрутизации, например. Что если у нас IP-адрес компьютера принадлежит… его сетевой адрес совпадает с сетевым адресом какого-нибудь из наших интерфейсов, то это значит, что такой компьютер находится в локальной сети и доступен непосредственно через соответствующий интерфейс. А если нет, то до него должен существовать маршрут. Маршруты тоже бывают разные, мы про это не говорили, вот, или говорили, но очень вскользь. Но довольно типичная настройка – это маршрут по умолчанию. Вот здесь вот написано на самом деле такая сеть slash 0, то есть в которой все является адресом сети, то есть наиболее, наименее точный маршрут. И маршрутизатор по умолчанию, который, собственно, занимается раздачей такого рода… вернее, пересылкой такого рода пакетов. Вот. То есть если у нас IP-адрес нашей машины находится в этой сети, то мы будем поцениваться к ней непосредственно, а если нет, то через вот такой маршрутизации. Вот. Это, в общем, одна из трех вещей, которые нужно знать про TCPIP, чтобы пользоваться сетью. Вторая вещь состоит в том, что есть целые диапазоны адресов, которые не предназначены для интернета. В частности, вот это диапазон из внутреннего, это адрес из внутреннего диапазона. Вообще все, что начинается на 10 точек из внутреннего диапазона, мы еще знаем 192, 168 из внутреннего диапазона и еще два. 176. 176, еще 160 сколько? 177. Да, да, вот. Еще 127, да. Вот. Значит, соответственно, может показаться, когда вы только начинаете изучать сеть, что с такого компьютера невозможен доступ в интернет, потому что его IP-адрес как бы запрещен, да. То есть вам пакет, у которого адрес отправителя вот такой 10 что-нибудь в настоящем большом интернете просто обслуживать не будут, да. Первый же попавшийся маршрутизатор скажет, что некуда пересылать. Вот. Но существует технология, которая называется Network Address Translation, про нее мы чуть позже поговорим, которая позволяет подменять на лету IP-адреса из внутреннего диапазона на какие-нибудь IP-адреса из внешнего диапазона. И что более важно, подменять обратно. Вот. На каком основании этот подмен происходит? Вопрос сложный, потому что, допустим, у нас сотни компьютеров внутри и только один внешний IP-адрес. С какой стати этот внешний IP-адрес будет именно такой и не секой. Вопрос интересный, но его тоже можно обсудить. Вот. Значит, даже нужно. И третье, что нужно знать, что, как правило, когда мы занимаемся всякой сетью, мы используем не IP-адреса, а доменные имена, то есть имена компьютеров там, что-нибудь, точка, что-нибудь. Ну, допустим, вот так вот, да. Что? Нет. Это имя пользователя. Вот так вот. Да. Соответственно, кто-то, а точнее специальная служба уровня приложений, которая называется доменным сервис, DNS, преобразует вот это имя вот в этот IP-адрес. То есть, прежде чем вообще вот вся эта штука начинает работать, на самом деле система производит целую кучу действий, в частности, одно из которых превращение только не это, а вот это. Одно из которых превращение доменного имени вот в этот IP-адрес. Ватс. Если уж на то пошло, есть утилита DIG, которая, собственно, DIG, которая, собственно, занимается такого рода, только не это, а вот наоборот. Такого рода преобразование. И она-то как раз ходит к name-серверу. Для этого, кстати, в вашей системе должно быть прописано, кто, собственно, является name-сервером для нее. Обычно это пишется вот в этом файле. вот, видите, домен csmsu.ru и name-сервер 10.3.0.1. Кстати сказать, он находится не в локальной сети. То есть... Нет. Не помню. Может, I... WorkCode. Сейчас, секунду. Здесь get. А, I pivot get. Что? Я же все правильно написал. Вот, видите, он говорит, что наша машина 10.3.0.1 находится где-то за 10.4.0.1, а где? Бог ее и разберет, потому что дальше мы ничего не знаем. Правила мушетизации так устроена, что мы знаем только мушетизацию внутри ближайшей сети, а дальше за нас уже решают. Те, кто имеет право это решать. Вот. Вот именно эта машина, собственно, производит преобразование из доменного имени в IP-адрес. Вот это 10.3.0.1. Но, в принципе, мы можем указать конкретный сервер. Ну, например, вот такой. Вот. Обратите, кстати, внимание на одну забавную вещь. Когда мы спросили у машины 10.3.0.1, что такое греб CSMSRU, мы получили ответ какой? 10.318.192. Когда мы спросили у сервера 1.1.1.1, это, по-моему, CloudFly. Ну, это, короче, какие-то облачные провайдеры, которые где-то полгода назад анонсировали свой DNS-сервер, такой же, как у Google 8.8.8.8.8, только еще у них, они гарантируют, что у них время отклика не больше, чем сколько-то. Вот. Вот. Прям вот, если вообще такой, такая запись таблицы есть, у них full view, и, значит, они обязательно тебе за фиксным тайм ответят на этот запрос. Вот. Так вот, когда мы спросили у интернетов, что такое греб CSMSRU, мы внезапно получили совершенно другой адрес. да? Это называется сплит-горизонт. То есть, идея стоит в следующем. Смотрите-ка. Есть у нас подозрение, что вот этот 10.3.118.192 лежит где-то недалеко от нас. От нашего 10.4, и тем более от этого 10.3.01. То есть, это, по всей видимости, где-то в соседней сети внутри факультета, что правда, потому что это моя рабочая машина в факультете, где-то в соседней сети внутри факультета находится. То есть, попытка присоединиться к этому сайту изнутри факультетской сети не выводит нас за рамки внутренней сети. И поэтому name-сервер, который виден внутри, отвечает нам на этот вопрос так. Когда же мы спрашиваем у свободных интернетов, какой адрес этой машины, по всей видимости, эта машина доступна также и не только изнутри, но и снаружи, нам выводят адрес, который снаружи. И я так сильно подозреваю, что это уникальный адрес, потому что на моей машине, например, запустим веб-сервер. То есть, так просто... Короче говоря, это уникальный адрес этой машины снаружи сети. Чтобы закрыть тему. Что бы было, если бы вот этого сплита горизонта не было? Если бы вот такого ответа никогда не получалось? Любой бы name-сервер отвечал нам внешним адресом. Было бы буквально следующее. Мы бы при попытке подсоединиться к этой машине шли на маршрутизатор по умолчанию, вот сюда. Дальше шли в интернеты. То есть, на тот маршрутизатор, который отвечает за внешний диапазон наших адресов. Дальше внезапно выясняли, что диапазон адресов, за которые отвечают тех хостов, которые доступны из интернета, в него включен вот этот адрес, шли бы обратно, преобразовывали бы во внутренний адрес и подсоединялись бы к нашей машине. Только это происходило бы вот таким вот образом через... Ну вот, почти вышли, вошли обратно и пошли сюда. Поэтому, понятное дело, что нагружать наш маршрутизатор лишним трафиком никому не охота. Вот. А так-то, я думаю, это довольно близко лежит. Я так подозреваю, что этот 10401, он же и маршрутизатор. Ну-ка. Понятно. Это спасибо нашему администратору, который заблокировал свободные... Ну, Wi-Fi Free, там зарезаны все порты, но... А! Можно же вот так сделать. Тоже нельзя. Ща... Так... Минус P порт. Давайте посмотрим... Чё, тоже нельзя? Да ёлки-моталки. Как жить-то? Ща... А! Минус P от SCP. Нет? Понятно. Ща посмотрим. У-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у. Да нет, вроде бы я все правильно сказал. Она правда говорит, что нужно... Нужно быть с root, чтобы использовать TCP, да? А-а-а! Это протокол, да. Так, сейчас, а TCP минус T большая, что ли? Вот, минус T большая. Все проще. Только root хочет. Ну, давайте, ладно, убедил. Вот, значит, для тех, кто не до конца понял, почему так, значит, рассказываю. В данном случае мы работаем в сети Wi-Fi Free, в Культецкой, в которой, в общем, все, что не разрешено, все запрещено. Открыто несколько портов, про порты сейчас будет речь, я просто про них напомню. И больше ничего. Обычный трейсрут работает через UDP, порт я уже не помню какой, короче говоря, тот самый, который здесь не работает. Соответственно, попытка запустить трейсрут с UDP, но по 22-м порту тоже оказалась обречена на провал, потому что UDP 22-й порт тоже запрещен. А вот TCP 22-й порт разрешен. Но по некоторой причине, которая мне сейчас не очень понятна, видимо, потому что это может быть потенциально опасно. Такая же операция по протоколу TCP, она по умолчанию запрещена, пришлось мне стать суперпользователем. И вот как только я написал вот эту вот, то есть давайте посылать TCP-пакеты на порт 22 на этот сайт, выяснилось, что мое предположение оказалось чертовски верным. Наш хост греб CSMSR лежит непосредственно за маршрутизатором, прямо вот ровно в соседней локальной сети. Вот. Теперь относительно, собственно, портов и всего остального. Значит, когда мы осуществляем подключение, вернее, не так, когда мы хотим удостовериться, что не просто пакеты можно отослать куда-то, а что они вообще доходят, то мы должны проверять, что наш абонент, к которому мы посылаем данные, он готов их принимать, что он хорошо понимает, какие данные мы собираемся посылать, в рамках какого потока данных и так дальше. И за решение этих задач отвечает протокол уже не сетевого уровня, на котором мы просто пакеты посылаем, а транспортного, на котором мы устанавливаем соединение между адресом отправителя и адресом получателя, да, соединение, причем двухсторонние, там туда идут данные и обратно идут данные. Вот. И по протоколу TCP мы, значит, общаемся. Вот. При этом мы уже забываем, какой там между ними машинут. Главное, что мы открыли с одной стороны дырочку, в которой пишем какие-то данные, с другой стороны дырочка, с которой читаем данные и делаем обратно. Вот. Альтернатива протоколу TCP транспортному – это протокол UDP, который, наоборот, не содержит в себе ни установления подключений, ни, значит, осуществления потока, ничего, потому что считается, что в один пакет влезает все. Один пакет – это одна датограмма, в которой влезает вся нужная информация, мы его послали, он уехал. Вот. Но мы с вами будем говорить именно про TCP сегодня. Итак, TCP – это протокол транспортного уровня, который позволяет нам просто взять с двух сторон, открыть две дырочки, через эти дырочки любую информацию передавать. То, что она любая, мы тоже сегодня посмотрим. Чуть-чуть. Вот. TCP. Каждое TCP-соединение характеризуется четверкой чисел. Четверкой – это адрес отправителя, адрес получателя, ну, вернее, не так, адрес клиента, адрес сервера. TCP принципиально клиент серверное соединение. Кто-то должен инициировать это соединение, и кто-то должен его обслуживать. Одна сторона инициирует, другая обслуживает. Так вот, четыре числа – это адрес клиента, адрес сервера. Дальше порт на сервере, это понятно, да. Мы по порту на сервере определяем, какое приложение будет слушать соответствующее соединение. И, как это ни странно, порт на клиенте. Вот. Сейчас я попробую показать. Ну, только… Ну, вот давайте, давайте здесь, на этой машинке запустим сервер. Проще всего серверу… Нет, кат. Нет, кат. Минус L. Минус P. 59.0, например. Чего? А, без минус P. Вот. Что сейчас мы сделали? Мы запустили на порту 59.0 сервер, который просто слушает все подключения. Вот сейчас, если мы теперь, скажем, неткат, grep.cs.msu.ru 59.0, то если нам системный администратор разрешил, то такое соединение произойдет. Давайте попробуем чуть-чуть написать сюда. О, смотрите, пришло. Это у нас сервер. Мы сейчас попробуем сделать вот так вот, чтобы было видно. Вот у нас сервер, да? Вот у нас клиент. Вот мы пишем на клиенте. Он приезжает на сервер. Мы можем ответить на сервер. Напоминаю, что TCP двустороннее соединение. Вот. Кто первое соединение закроет, ну, кто-то закроет. Вот. Я закрыл соединение, оно взяло с двух сторон разрывалось. Вот. Сейчас мы, собственно, проделали всю работу, которая необходима для понимания того, как работает с всего подключение. Да? С одной стороны клиент, с другой стороны сервер. Сервер слушает соответствующий порт. Подключение происходит на соответствующий порт. Сейчас я только еще одну вещь покажу, собственно, ради чего все это затеяно. Вот мы, допустим, этот самый неткат инициировали. А теперь давайте посмотрим, какие порты используются для этого. Вот. Где там наше подключение? На 59.00. А, это не с этой стороны. Минус тк. Да? Вот оно. Вот наше установленное подключение на греб ЦС и Мусуру, на порт 59.00 с нашей машины, которая называется Инспирон, с порта 39.416. Это случайно выбранный порт, номер которого больше, чем 3.27.6.7, 3.27.6.8, если меня не изменяет память. То есть, вот эти вот порты отправления обычно выбираются из диапазона старшей половины двухбайтного слова. Вот. Соответственно, вот такая четверка в точности определяет TCP соединений. Вот. Именно по этой причине можно с помощью несложных ухищрений на той машине, которая является маршрутизатором, и она же является транслятором сетевых адресов, превращать внутренние адреса, скажем, 10.4.12.53 в какие-то внешние. Почему? Потому что мы, видя пакет, TCP-пакет транспортный, в котором написано, что он вышел из машины Инспирон с порта вот такого-то, предназначен машиной Греб на порт вот такой-то, можем записать в табличку. Давайте, значит, вот где-то между этой машиной и этой если есть network address translation, там прямо написано, что пакет, ушедший с вот такого IP-адреса, вот такого порта, предназначенный вот такому IP-адресу на вот такой порт, мы в нем подменяем, во всех этих пакетах, подменяем наш IP-адрес внутренний на какой-то внешний, и дальше это уходит в интернет. Когда нам возвращается ответ, он возвращается на внешний адрес, но попавши в машину, которая занимается трансляцией сетевых адресов, мы видим, что пришел ответ, вот от такой машины, да, на конкретной цепи соединений. Раз пришел ответ на конкретной цепи соединений, мы смотрим в табличку и видим, что подмена адреса отправителя должна быть вот на такой адрес. на чем, собственно, все. Да. 16 тысяч приблизительно одновременных соединений при таком виде сетевой трансляции. Вот. Это действительно может быть проблемой, если у вас высоконагруженные сервера там вот. Но, видимо, никто так не делает. Никто не делает высоконагруженные сервера за вот трансляцией такого вида. Наверное, у каждого из них будет внешний IP-шник, свой собственно. И тогда ничего не нужно делать, да, если у вас есть внешний IP-шник отдельный, да, специально для вашего сервера, вам не нужно вот этого преобразования делать или так, вам не нужно его запоминать. Вам написано внешний отдельный IP-шник, меняем на внутренний отдельный IP-шник, всем до свидания. Никакой таблицы не будет. Такие дела. В остальном все правильно, конечно. То есть ровно так. Чтобы закрыть эту тему, не только TCP используется для трансляции сетевых адресов. Например, тот же пинг не является TCP, но в нем есть серийный номер. И поэтому серийному номеру, а также адресу отправителя, а также адресу получателя всегда можно понять, кому этот пинг возвращается. Вот. Например, DNS-запрос, который, как известно, UDP, он имеет также порт отправителя, порт получателя, адрес отправителя, адрес получателя, вот эту четверку. И поскольку, несмотря на то, что он UDP, там еще и серийный номер самого запроса записан, то по этому серийному номеру этой четверки всегда можно понять, кому такой DNS-запрос возвращается. Некоторое количество протоколов, помимо протокола TCP, также поддерживают трансляцию сетевых адресов. Некоторые не поддерживают. Например, FTP в чистом виде не поддерживают. Он очень сложный. Вот. Значит, сложный в смысле, логически сложный, не в смысле в самом протоколе какие-то косяки. Такие дела. Значит, да, это что касается IP. Значит, TCP-соединение, вот я продемонстрировал, как это происходит. И еще одна вещь, которая непосредственно связана с терминальным доступом, хотя и слегка отстраненная. Это понятие асимметричного шифрования. Значит, в чем идея? Если у нас традиционный шифр, ну, например, там пароль, да, запарольный архив или запарольное что-то, традиционная работа с паролями устроена так. Мы берем нечто, берем некоторые алгоритмы шифрования, основные на ключе, и шифруем содержимое этого нечета этим ключом. Получается, если алгоритм шифрования достаточно надежный, получается некий блок данных, из которых восстановить исходное содержимое без знания ключа нельзя. В этом смысл шифрования. Дальше мы передаем эти данные какому-то абоненту, который знает ключ, и он с помощью этого ключа расшифрует. Типичное применение, традиционное, значит, симметричное шифрование. В чем главная проблема симметричного шифрования? В том, что нам надо передавать секретный ключ. То есть мы шифруем тем же ключом, которым расшифровываем, это значит, что либо наш адресат уже знает этот секретный ключ, либо мы должны ему как-то его передать. Настоящие секретчики вообще при мысли о том, что надо передавать секретный ключ, начинают дрожать, нервничать, озираться по сторонам и считать, что этот ключ уже ненадежный. И это правда, потому что мы на самом деле должны озаботиться какой-то сугубой секретностью того канала, по которому мы передаем секретный ключ. Прямо будет сильно-сильно озаботиться. Ну и сам факт того, что у нас есть две административные точки, то есть две точки ответственности, каждый из которых отвечает за хранение секретного ключа, наводит уныние на секретчик. В конце, не помню, нет, где-то в 70-х, наверное, годах, может, ну не помню, сейчас врать не буду, внезапно, как раз это была команда, которая занималась именно прямо секретностью и безопасностью, внезапно дошла до них очень простая идея, которую потом реализовали, которая состояла в том, что надо иметь два ключа. С помощью одного ключа мы шифруем, с помощью другого ключа мы дешифруем. Разных. Настолько разных, что один получить из второго невозможно. Ну или, скажем так, актуально невозможно, вычислительно невозможно. Если мы используем два ключа, какой у нас есть главный бонус? Давайте проверим два типичных юзкейса. Значит, типичный юзкейс – это электронная подпись и защищенная передача данных. Электронная подпись. Вот у нас есть ключ публичный. Ну, не знаю, там… Минус… Фы. Да? Нет? Как правильно какие гены вызвать? Да, минус Фы. Вот у нас есть публичный ключ. Вот он. Ну, некоторый публичный ключ. Это такое, кстати сказать, это восходит к теории чисел, к вопросу делимости и взаимной простоты больших близких простым или просто взаимно простых чисел. Это реально большое простое число, очень большое, видите? Да? Значит, так вот, если у нас есть публичный ключ и закрытый ключ, это закрытый ключ, то мы можем, например, организовать то, что называется электронную подпись. Что такое электронная подпись? Мы берем, раздаем всем свой открытый ключ. Это понятно. Потому он и открытый, что мы его раздаем всем. Все, кто знает наш открытый ключ, могут вступать с нами в переписку. Дальше мы подписываем, мы берем наше сообщение, шифруем его закрытым ключом, после чего расшифровать его можно только нашим открытым ключом, больше ничем. Так у нас устроен ключ. Одним мы шифруем, другим мы дешифруем. Асимметричное шифрование. Если мы зашифровали наше сообщение нашим закрытым ключом, это значит, что все, кто имеют наш открытый ключ, могут его расшифровать. То есть, если они вообще что-то расшифровали, это значит, что сообщение действительно написали мы. Вот вам электронная подпись. При этом, да, соответственно, обратная ситуация. Мы можем взять и зашифровать сообщение чужим открытым ключом, чужим открытым. Это значит, что расшифровать после этого его не сможет никто, включая нас, за исключением хозяина закрытого ключа, который пара от этого открытая. Тем самым мы обеспечиваем защиту данных, потому что никто, кроме него. Чем эта схема принципиально отличается от схемы с симметричным шифрованием? Ну, помимо того, что нам нужно заморочиться раздачей открытых ключей. Тем, что закрытый ключ никогда, никуда, никому не передается. Вы им владеете и больше ничего. И это очень важно. Вам в случае асимметричного шифрования вообще не нужно ничего никуда передавать. Нет, ничего закрытого никуда передавать, соврал. Открытый нужен. Мы про это сейчас поговорим. Вот. Соответственно, сама схема использования ключей существенно более сложная. Видите, их становится много. Вот. Их нужно заморачиваться раздачей открытых ключей, всем, с кем вы собираетесь общаться. Но зато вы получаете ситуацию, когда ваш закрытый ключ не распространяется вообще. Его вообще можно написать на специальную флешку, с которой его нельзя скопировать. То есть это будет такое устройство, не совсем флешка, которое умеет только шифровать. Вы его туда загнали, и все, с тех пор вы его оттуда даже сами выкрыть не можете. Можете только шифровать с помощью нее. То есть этот ключ не утечет никогда. Но только вместе с пальцами, да, условно говоря, вам пришли, дали по пальцам, отобрали ключ и пошли. Но это уже другое дело. Да. Значит, асимметричное шифрование вычислительно очень тяжелое говоря. Это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что подбирать брутфорсом соответствующий ключ, ну, скажем, закрытый, открытому, дело безнадежное. Ну, скажем так, актуально безнадежное. То есть современные числогрызы с хорошей длиной ключа не справляются ни в какой форме. Вот. Но поскольку вычислительная сложность довольно высокая, в повседневной практике обычно делается не так. Обычные данные, данные не шифруются с помощью асимметричного шифрования. Данные шифруются открытым ключом, но этот открытый ключ, так называемый сессионный, генерится в момент установления, скажем, соединения для передачи безопасных данных. Шифруется асимметричным ключом, передается туда, там, где шифруется асимметричным ключом, соответствующим закрытым. Соответственно, получается, что этот открытый ключ никто подглядеть не может вообще. И дальше уже с помощью него, с помощью этого открытого ключа шифруются данные, которые передаются. Еще время от времени меняются так на всякий случай, чтобы никто не проиндексировал. Ну, ключи. Сессионный ключ может в какой-то момент взять и смениться на следующий. Ну, да, 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 с симметричными ключами, да. То есть, понятно, что если вы... Ну, да, если вы слишком долго шифруете поток, скажем так, еще и в какой-то степени повторяющиеся потоки данных одним и тем же симметричным ключом, то в конце концов можно попробовать догадаться. Ну, все смотрели имитейшн гейм, да? Чёртов хай, Гитлер. Игра в имитацию. Вот. Вот ровно оно. Ровно оно. Вот. Значит, поэтому сессионные ключи время от времени обновляются, чтобы как бы не было такого, что при огромных объемах данных можно как-то попробовать догадаться о том, какой это был ключ. Вот. И это что касается... На самом деле, опять-таки, это все, что нам нужно знать про симметричное и асимметричное шифрование. А вот теперь мы поговорим немножко про то, как это используется в реал-лайфе. Значит, смотрите. В принципе, никто нам не мешает сделать вот так. Я сейчас так сделаю, но вы так не делаете никогда. Никто нам не мешает выставить по какому-то порту просто shell в интернет. Ну, кроме здравого смысла, никто не мешает. Вот. Ну, так мы сделать не можем, но, допустим, вот так вот мы сделать можем. Да? Сейчас. Где это было? Вот здесь было, да? Ой. Видите, да? Ну, понятно, что так не надо делать. Давайте я быстро закончу. Это безобразие. Вот. Вот вы сменетесь, а каких-нибудь там, не знаю, 20 лет назад, ну, 25, так именно и делали. Была предспециальная служба, называлась RRSH, Remote Shell, которая ровно это и делала. Она еще пароль спрашивала по ходу, но пароль она открытым текстом передавала в сети. Вот. По телнету, да, на них можно до сих пор зайти. Вот эти вот коробочки, мыльницы домашние, до них иногда можно только по телнету зайти. Вот. Если там памяти слишком мало, и ССХ туда не влез. Ну, потому что предполагается, что никто у вас дома не будет это делать, кроме вас, и вы тоже не будете, потому что вы не грамот. Вот. Значит, понятное дело, что нет, что нам нужно озаботиться защитой этого трафика, если мы хотим осуществлять удаленное подключение от одной машины к другу. Как мы должны защититься от этого трафика? В смысле, защитить этот трафик. Прежде чем об этом поговорить, давайте еще одну вещь вспомним, а именно, что, какая главная засада в случае использования асимметричного шифрования. Вот главная проблема, связанная с атакой, которую можно произвести. Кто помнит? Да, man in the middle, совершенно справедливо. Сейчас я покажу. Это убираем. Это тоже убираем. А, тут нет, очень хорошо. Значит, что такое man in the middle, почему эта проблема есть? Проблема первоначальной доставки того самого открытого ключа. Да, ключ открытый. Да, он предназначен для раздачи всем подряд. Проблема состоит в том, что мы отсылаем один ключ, пресловутый man in the middle, человек посередине. Этот ключ прикарманивает. И вместо него рассылает свой собственный ключ, а мужики-то не знали. Если этот человек, который man in the middle, имеет возможность перехватывать наш трафик, то в дальнейшем он будет делать то же самое. Мы устанавливаем якобы подключение к удаленному хосту. Шифруем наш трафик нашим закрытым ключом. Нет, сейчас. Открытым. Там же с той стороны кто-то должен... Короче говоря, все абоненты, которым он разослал свой собственный ключ вместо нашего, думают, что этот ключ наш. При установлении подключения мы шифруем наш трафик, man in the middle дешифрует, просматривает, шифрует своим ключом. И поскольку все остальные абоненты думают, что это именно он, он его рассылает дальше. Почему это стало возможно? Это стало возможно ровно по одной причине. Потому что первоначальный обмен ключами открытыми был скомпрометирован. Что те ключи, которые доехали до наших абонентов, это не те ключи, которые мы рассылали. Отличный пример атаки man in the middle описан у Александра Сергеевича Пушкина в произведении под названием... Склероз. Сказка царя Салтани. Совершенно справедливо. Помните, там была история про ткачиху с поварихой, с вайти бабой-бабарихой, которые что-то они там делали, гонца они, значит, гонца перехватили, подпоили. И вместо письма, что вот... Это было второе, значит, исходное сообщение было какое. Ну, про то, что, в общем-то, царица родила царю наследника, а они, значит, его перехватили, вписали туда свое, то ли сына, то ли дочь, неведомую зверушку, и пошло цеписоединение туда уже с искаженным сообщением. Что ответил царь Салтан? Ждать царевого возвращения и отцовского веления. Но они опять перехватили, поскольку у них был контроль над каналом, и поменяли, значит, там, и царевный приплод тайно бросить в бездну. Приехал на этот конец сообщения. Никто не знал, да, что посредине был человек. Так вот, слава богу, обмен трафиком в том же секьюри-шелии вообще в случае, когда мы используем асимметричное шифрование. Если первоначальный этап обмена открытыми ключами прошел нормально, такая атака уже невозможна. В частности, для установления терминального соединения, то есть для того, чтобы от одной машины подключиться на другую из командной строки, используется служба, которая называется секьюри-шелл, ССХ. И этот секьюри-шелл слушать на 22-м порту. Вот он. Но тут не написано, какая программа, потому что надо из-под суперпользователя это делать. Вот. Ну, я так сильно подозреваю, что это будет секьюри-шелл демон. Давайте еще букву N, чтобы вы поверили мне, что это 22-й порт. Ну вот, например. Вот. Значит, этот самый секьюри-шелл демон занимается ровно тем самым, о чем мы с вами говорили, а именно, он дает пользователю, который предоставил все нужные креденшин, все нужные идентификационные данные, терминальный доступ к своей машине. Вот. При этом, в самом простом случае, он спрашивает логин, пароль, выводите логин, пароль и получаете доступ. Поскольку вы вводите логин и пароль, было бы неплохо, чтобы этот соединение было надежно защищено. Каким образом это достигается? Методом первоначального раскладывания ключей, открытых ключей. Чего? По всей видимости, ключей, скажем так, того демона, к которому вы присоединяетесь. Ну или того хоста, на котором запущен демон. Это одно и то же. Это называется хост-кифтерн. Когда вы устанавливаете СССР-соединение с определенным IP-адресом или с определенным сервером, неважно, вы устанавливаете спецнение туда. Оттуда вам приезжает трафик, шифрованный некоторым закрытым ключом, от которого у вас должен быть открытый. Откуда он у вас возьмется? Ну, возможно, системный администратор вам его продиктовал по буквам. Но вряд ли. Тогда что еще можно сделать? Можно, например, записать его на бумажке. Но ключ большой, его проверять сложно. Можно, например, сделать вот так вот. Мы устанавливаем в первый раз подключение к хосту 10.3.118.92. И мы говорим, что с той стороны есть ключ, эллиптический, у которого контрольная сумма Ша-256 равна вот такой фиговине. Этот фиговин, конечно, тоже, в общем, проверять по буквам довольно тяжеловато. Но, по крайней мере, по крайней мере, это вполне возможно. Сейчас, давайте попробуем это сделать. Вам все равно, правда, придется каким-то образом связываться с администратом с той стороны. Ну, что поделать. Вот где-то здесь хранятся ага. Ну, давай, давай, давай. Вот где-то здесь где-то хранятся ключи. Вот они, хостки. Нас интересует вот этот, эллиптический. Во. Нам надо от него посчитать Ша-256 сумму. Сейчас посмотрим, как это делается. Скажется, это делать утилиты SHH-KGEN, которые считают чек сумму. Нет? А, fingerprint это. Fing-ger-print. Шел фингер-print, да? Вот SHH-KGEN, SHH-KGEN, минус L, минус F. И вот этот файл, который мы хотим. Где он там? ETC, Open SSH, SSH, host, ED, .pub. Кажется так. Вот он. Ой. Ну, короче, вот давайте их сравним, но похоже, они одинаковые. Вот этот, GHP, RFU, ну и так дальше. Если вы можете это по каким-то другим каналам проверить, не знаю, у вас есть фоточка, или вы позвонили админу, админ прислал вам фоточку, или вы внезапно наизусть помните вот это ГХП, вот эту вот всю ерундеистику. Вот. Неважно. Если вы можете по каким-то другим каналам проверить, то это хороший годный ключ. В этот момент по тому же самому защищенному каналу вам этот самый открытый ключ, даже не по защищенному, он же открытый, он вам передастся, запишется, вы будете знать, что это тот самый ключ, потому что, повторяю, вы проверили его контрольную сумму где-то. Вот. И с тех пор вы можете начинать работать. Есть способ лучше, который я использую всегда. Равно ЕС. Это настройка нашего Секюрешелла таким образом, чтобы он показывал не только контрольную сумму, но и так называемую visual host key. Visual host key это волшебный аске арт, аске арт, который путем довольно заковыристого алгоритма генерит на основании кажется фингерплинта, соответствующий ему такой вот... Что, не я сотру? А! visual host key нет, правильно я сказал? Visual. Опа! Вот это фингерпринт, а это еще от него visual host key. Вот этот visual host key, я его хорошо знаю, потому что это моя машина, с моей точки зрения она похожа на льва, вот это глазки такие, он так вот смотрит, да, вот это у него нос такой, вот это рот такой, а это шея такая вытянутая, такой львенок смотрит вот туда вот. У всех возникает очень разная ассоциация, естественно, но идея стоит в том, что в отличие от вот такой строчки, которую запомнить на взгляд очень тяжело, вот эта штука, как показывает практика, читается на раз, и они очень-очень разные. Вот. То есть я вот этого помню хорошо, поэтому я могу сразу говорить yes, и все получится хорошо. Смотрите, если, допустим, обращаться к к тому ключу, который мы сгенерили, да, ой, вот который мы только что сгенерили, вот этот ключ, вот он, и до чего-то там, то он будет, у него, у него будет совершенно другой. Сейчас, давайте, тут вот кейген, кейген, минус L, и минус, минус F, вот этот самый id, да, что-то он не хочет. изминус F, извините. Что, не умеет, что ли? Да ладно. Обидно. я не могу посмотреть, вижу хостки. Обидно. А, во, минус K формат. Нет, это не то. это именно формат ключа, он просто разные ключи умеет. Нет, нет, ни при чем, человек считается, ни при чем. Похоже, он не умеет, слушайте, как обидно. А почему? А почему? у нас еще есть минус V, да, все, вспомнил. Все проще. Все намного проще. И вы по умолчанию включили в опцию verbose. Да. И видите, он совсем другой. Вообще другой. Вот давайте мы сейчас генерим еще один, да? Нет, я в смысле? Он не будет совпадать, он другой, это другой ключ. Нет, вот картинка этого ключа, который рисует СССР, который рисует вот этот, вот этот, дейтинг. А он же не случайный, он берет, он берет этот самый фингерплинт, а на основании... Значит, что программная реализация должна быть одинаковая... Она одинаковая. Описан четко, алгоритм. Он есть в РФЦ. Значит, протокол есть в РФЦ, и протокол киотого самого visual host key тоже есть в РФЦ. Вот. Значит, если вы хотите сгенерить себе хороший годный ключ, вы можете даже несколько раз это сделать. Вот. Чтобы, значит, некрасиво. Да, и так пока не получится. Совершенно справедливо. Нет. Как там минус... Я забыл. Минус... Что? А, ну там просто есть надо было сказать, а тормоз. Вот здесь надо было сказать, yes. Вот тут интересно. Смотрите, B+, B+, и такой, значит, этот самый... Ну, тоже не очень красиво. В общем, вы меня поняли, да? Несколькими итерациями вызову этой штуки вы можете сгенерить ключ, в котором будет красивый-красивый... Во! Смотрите, какой корлик нос. Давайте. Прекрасная загогулина, снабжу ось бы посередине. Вот. Вполне себе уникальная, как вы видите. Да? Вот с таким ключом отлично живется. Вы его... И вот это вот, смотрите, какая прекрасная вещь. Самому сгенерить ключ, который бы, вот эта картинка совпала, невозможно вообще. Вот. Поэтому это, ну, фазе... Это называется нечеткое сравнение. Вам не обязательно побатенно сравнивать этот ключ по битному. Да? Вы видите картинку и понимаете, что вероятность того, что эта картинка воспроизведется случайно, она, в общем, примерно нулевая. Вот. С таким крючком, вот с надписью ОСБ. Ну, правда. Такие дела. Ключ. Этот ключ, напоминаю, это штука, которая шифрует сеанс. Да? Он называется хостки и принадлежит удаленному хосту, тому сервису, который запущен. Насколько я опоздал? Минут на 15? Ну, где-то так. Я просто к тому, что, видимо, надо чуть-чуть задержаться. Отлично. Это был доступ по secure shell. Да? Вот мы... Давайте еще раз. Вот это я тоже очень хорошо знаю. Вот эта карта, похожая на карту Африки. Вот. Это то место, где у меня хранятся публичные ключи. Или Южной Америки, да. Скорее Южной Америки, конечно. Да, потому что здесь вот справа должна быть еще Индия, если это Африка. Вот. А Южная Америка, правда, похожа. Ну, короче, все равно какая-то карта явно такая. Глобус узнаваемый. Вот. Видите, она меня больше уже не спрашивает, потому что я согласился в прошлый раз. Поскольку она меня больше не спрашивает, это куда я зашел? А, это я к тебе зашел, да. Сейчас. Уйди, уйди. Вот. Вот, видите, она больше не спрашивает, потому что я уже зашел. Почему она не больше не спрашивает? Потому что в каталоге .ссх в разделе known hosts у нас появилась вот такая запись. Тот самый хешик, ну, в смысле, тот самый фингерпринт от того самого ключа, принадлежащий тому самому хосту. Походу, еще и пишник запомнил. Когда мы в следующий раз заходим на этот хост, он считается уже проверенным. Нам достаточно знать его фингерпринт и, как бы, все хорошо. первоначально обмен состоялся. Так, чем нас может, чем нам может не нравиться такого рода терминальное подключение? Например, необходимостью все время вводить парол. фингерпринт Смотрите, если между нашими хостами есть доверительные отношения, если мы каким-то образом можем продемонстрировать, что мы это мы, что я это пользователь пингвин, да, ну, или точнее, не так, что я хочу зайти под каким-то пользователем, про которого я знаю, то, в принципе, не обязательно спрашивать логин, да, если достаточно, если надежно защищено соединение. И это в свою очередь означает, что мы можем придумать какой-нибудь другой способ аутентификации не только с помощью логина. В смысле, логин и пароль. Ну, самый простой способ, разумеется, с помощью ключа. То есть, помимо того, что у нас на самом хостеле лежит ключ, который шифрует трафик, мы еще можем попробовать представиться системе не с помощью пароля, а с помощью ключа, соответствующего данному логину. Как это сделать? Вот у нас есть, сейчас мы этот, этот ключик сотрем. Вот у нас есть и DRSA, и DRCPUP. Давайте мы их тоже сотрем и сгенерим новый. И сгенерим, скажем, другого типа. Нет, ED, по-моему. Или EC, EC. ECDSA. Нет, 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 вот, вот так он называется. Сосохакегин минус T, вот эта самая фигня. Ключи бывают разного типа. Это вопрос, это тип собственного алгоритма шифрования. Наиболее модный на сегодняшний день это эллиптические кривые, метод эллиптических кривых, изобретенный великим криптографом и не менее скандальным товарищем по кличке Диджи. Как его? Диджи Бирнштейн. Вот. Он страшно умный, очень такой странный, ну, как и полагается, страшно умный. Вот. И очень круто по части криптографии это вот его алгоритм. У него ключ просто в разы меньше, понимаете? Ну, удовольствием, вот мы завели ключик беспарольный, прошу заметить. Вот это приватный ключ. А это вот этот самый публичный ключ. Обратите внимание, он вообще короткий, как не знаю что. Практически размером с фингерпринт. Вот. Это ключ, повторяю, наш. Наш в каком смысле? Мы гарантируем, правда смешно звучит в записанном ролике, да? Мы гарантируем неразглашение неразглашение вот этого ключа. Вот прямо сейчас, прямо вот в этом видеоролике я прямо гарантирую, что не буду разглашать этот ключ. Очень смешно. В том смысле, что это тот самый закрытый ключ, который мы никому никогда не показываем. Никуда не копируем. Лежит у нас на сайте или даже на специальной флешечке. Когда мы осуществляем подключение, мы можем сказать удаленной машине. Дорогая удаленная машина. Ну, допустим, это будет не удаленная машина. Допустим, это будет localhost. Какая разница? Кстати, видите, я еще ни разу не делал с localhost, то есть не присоединялся к локальной машине. Давайте почитаем, почитаем. Нет. Вот. что это такое? Что-то с хвостом. Кобра какая-то. Похоже на кобру. Вот это вот ее, значит, хвост. Очки с той стороны, а здесь вот нос, например. Ну, хорошо. Да, Будем считать, что это и мы. Вот. Вот у нас вход на нашу машину с паролем. Нам нужно ввести пароль. Ну, кстати, непростой. Я могу ошибиться. Нет, зашел. Вот. Теперь мы говорим, мы должны взять вот этот файл. Слушайте, нет, давайте все-таки я на удаленную машину это сделаю, а потом это как-то выглядит по-идиотски. Потом удалю. У нас же не прямая трансляция, никто же не знает, что я сейчас разложу открытый ключ, который засветил в интернет. А потом я его удалю. Вот пока что, пока что нас, пока что нас для того, чтобы зайти вот сюда, требуется логин пароль. Видите, вот он спросил логин. Ну, логин-то мы ему указали, а вот он спросил пароль. Вот я сейчас присоединился с помощью СХ на удаленную машину. Вот. Значит, теперь я возьму и здесь скажу публичный ключ. и вот этот публичный ключ положу в специальный файл, который называется Authorized Keys. Или даже так. Точка ССХ Authorized Keys. Вот. Теперь в этом файле, помимо других файлов с авторизованными ключами, вот, открытыми, по которым я могу заходить на эту машину, есть еще и вот такой. Вот. Значит, теперь я могу взять и зайти туда беспарольно. Смотрите. Опа. А, ну тут не важно. Важно, что зашел. Сейчас, давайте я даже не так сделаю, чтобы было понятно. Вот если сделать вот так вот, то я точно могу зайти. Нет, все равно спрашивай. Черт. Если я скажу, что это не тот пароль, вы же мне не поверите, да? Сейчас что-нибудь придумаем. Во-первых, давайте удалим. Давайте удалим. Вот. А во-вторых, давайте что-ли пользователя завезем отдельного на другой машине. вот у нас есть пользователь тампусер теперь. Кстати, этот пользователь тампусер там с правами доступа все хорошо? Не, плохо. Извините. Во. Значит, вот у нас есть пользователь тампусер. сейчас мы ему добавим сейчас мы ему добавим во вторая ZetKiz наш открытый ключ. И вот теперь мы можем мы можем смело заходить мы можем смело заходить на вот эту машину под логином темпусер. Давайте попробуем. Оп. Видите, да? Мы уже на удаленной машине логин, пароль не вводили. Это наш греб. Тот самый 10.3. Давайте скажем с х-в, чтобы проверить насколько это так. verbose. Вот мы начали заходить. Он говорит, так, прочитал, 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 посмотрел, нет ли у нас каких-нибудь ключей каких-нибудь. зашел на удаленный хост, постучался в пользу этот пусер. У нас есть, да, значит, выбрал шифр, проверил хостки. Этот хостки у нас есть, он known. Содержится в первой строчке записи known hosts. Вот. Это что у нас такое? Это какая-то внутренняя какая-то фигня. Теперь, значит, вот здесь вот важно, что мы можем теперь попробовать либо залогиниться по публичному ключу, либо залогиниться по логину паролю. А, вот выбрал этот самый, выбрал алгоритм шифрования симметричный. Это вот симметричное шифрование. То есть, собственно, какой алгоритм используется для шифрования трафика. Давайте сначала попробуем публичный ключ, сказал он. У нас тут есть публичный ключ от секретного ключа, вот этого, который называется id, id, давайте попробуем его предложить. Он раз и принял. Более того, мало того, что принял, он считает, что это хороший годный ключ, по нему можно аутентифицироваться. Он действительно прописан в соответствующем файле Afterized Keys у пользователя темпусер. Значит, туда можно зайти, и, значит, мы заходим, и вот мы зашли. Ровно в силу того, что у нас вот в этом файле записана вот эта штука. Ну, собственно, чтобы не заморачиваться, написан даже специальный скрипт, давайте мы этот файл удалим, или, вернее, отредактируем. Удалим вот отсюда, да? Написан даже специальный скрипт, который называется ssh copyid. ssh copyid и дальше impusser and а, только пароль бы этого impusser мы не знаем. Мы ему его не задали. Обратите внимание, мы не знаем пароль этого пользователя. Мы даже не задавали пароль этого пользователя. Мы ему сразу положили ключ и сразу залогинились. У него вообще нет пароля, ему залогиниться под ним нельзя никак. Только по ключу. Удалили ключ, мы за ним не залогиниться под ним никаким образом. Обидно. Ну, хорошо, давайте, давайте, давайте зададим ему пароль. Что делать? Неправильно. К вопросу о том, маленькое отступление, чувства у нас сегодня не будет в НСшечке, но ладно. Маленькое отступление относительно хороших годных паролей. Есть как бы две школы. Школа номер один это я ее не придерживаюсь, как вы видите. давай, 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 давай. Школа номер один это ваш пароль должен содержать определенное количество символов из определенного количества классов. Ну, грубо говоря, буквы маленькие, буквы большие, цифры и все остальное. Если ваш пароль содержит буквы маленькие, буквы большие, цифры и все остальное, что у него может быть не меньше 7 символов. Если 3 класса 8, если 2 класса, по-моему, 9 или 12, ну как-то так. Вот выбираете любой пароль, который вам нравится с помощью ПВ-гена и пытаетесь его запомнить. На этот счет, да, значит, второй подход состоит в том, что пароль должен быть достаточно длинным, но хорошо запоминающимся. Например, 3 слова, разделенные какими-нибудь буквами или символами. Вот. Когда мне плохо и не хочется ничего делать, я запускаю программу ПВ-ген и читаю, что она мне пишет. Отличный же пароль. Разговор в бане. Типа не дам свою мочалку. Вот. А? Не уверен. Почему не уверен? Показываю соответствующий комикс на этот счет. Там, правда, чуть-чуть, чуть-чуть более другой, чуть-чуть более другой, тот самый, чуть-чуть более другой способ. Там пасфраза вместо пароля. Вот. Но смысл именно в этом. Вот вам, пожалуйста, оценка сложности. Вот это жестокий пароль, вот этот, Трубадур Аперсант 3. Жестокий пароль. Да? Видите? Значит, используются 4 класса символов. Большие, ну, большие маленькие буквы, цифры и не цифры. Вот. Более того, вы там придумали какое-то слово, поменяли в нем какие-то символы на другие, иначе вы запомнить это не сможете. Да? Такой довольно типичный. Вот я тоже так раньше делал. Давайте посчитаем, сколько в нем энтропии. Ну, сколько? 28 битов, потому что, ну, потому что мы предполагаем, что слово мы не знаем, да? Что там у нас сколько тут букв всего? Сколько там букв, непонятно. Ну, в общем, он взламываемый. Его за несколько суток можно взломать. Черт. А запомнить, вот этот человечек в правом углу пытается вспомнить этот пароль. Где там 0 был? Что за слово-то было для начала? Трамбон? Нет, трубадур. А еще какие-то символы в конце были? Да, вот где там 0, а где O большое? Да, 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 давайте вспоминать. Вот вы смеетесь, а у меня был момент, когда я просто писал shell script, который подбирал мой собственный пароль, потому что я забыл, где какие сабмишины. Теперь, значит, вы берете случайный набор слов из словаря. В данном случае 4 слова, но за разделенные пробелами. Внезапно 44 бита энтропии. Полтисячелетия для современной техники расшифровки. Запомнить, correct horse battery staple, да вон там картинка, да? This is a battery staple, correct. Все. То же самое относится к... То же самое относится к ПВК-гену. Здесь три слова, но слов на свете гораздо больше, чем букв, да? Их тысячи. Соответственно, здесь тысяча в кубе. Тысячи. А двинание тысячи в кубе. И символы, которые стоят между ними, их тоже, в общем, он не один, это не пробелы. Там тоже, в общем, как бы что-то там в квадрате. В общем, вычислительная сложность этого пароля выше. Запомните его. Ну вот, пожалуйста же, прекрасный разговор в бане. Что сделать, сколько комбинаций есть наиболее часто привыкли к вопросу для адресных слов в патрии? Да до хрена. Я же говорю, в кубе. Ну как, вот, допустим, их там, не знаю, вот берем, ща. Ща, я найду это место. Я же, я обязан найти это место. И не здесь. Слушайте, обидно как. На одной из этих машин у меня есть скриптец, такой, 18 на 7, 9 на 12, который скачивает из гитхаба 10 тысяч наиболее популярных английских слов и делает из него вот такой пароль. Вот. Ну, короче, они исчисляются тысячами, Михаил, да? Вот, там не тысячами, а гораздо больше комбинаций. Нет, не комбинаций, самих слов. Самих слов, ну, тысячи. Вот. Шесть тысяч в кубе. Окей? Это уже хорошо. Что? В кубе. Что? В кубе. В кубе. Не, почему в кубе? В кубе. Если там три слова, то в кубе. Шесть тысяч на шесть тысяч на шесть тысяч. Ну, да. Ну, я и говорю. Шесть тысяч первых вариантов умножить на шесть тысяч вторых вариантов умножить на шесть тысяч третьих вариантов. В кубе, в кубе. Это уже хорошо, но... Нет. Ну, короче, нормально. А так будет, ну да, а так квадриллион, если четыре слова. Уже хорошо. Вот, значит, короче, вот. С вычислительной сложностью там все в порядке. Да, дальнейшая, значит, картина. Видимо, в следующий раз будет какое-то дополнение. Дальнейшая картина, значит, пароль. Все хорошо. В принципе, в принципе, не очень хорошая идея без парольных ключов, вот как мы сейчас сгенерим. Потому что, например, любой человек, который имеет так или иначе какой-то доступ к руту на вашей машине, может вместо вас этот самый СССР сделать. Правда, для этого счета существует... Существует... Существует специальный механизм, называемый АСКПАС. Который, когда вы устанавливаете соединение, спрашивает у вас, а вы ли это? И, соответственно, он спрашивает с того терминала, который вам доступен. Например, запускает графическую оболочку какую-нибудь. Идея состоит в том, что вам необязательно вводить пароль, но вам обязательно интерактивно подтвердить тот факт, что подключение нужно установить. И в отличие от ситуации, когда это делает кто-то, кто где-то куда-то залогинился, вы это должны сделать прямо в том окошечке, в котором вы сейчас сидите. В расчете, что троян так не умеет? Да, в расчете, что троян так не умеет, потому что в этом случае, ну вы как бы, ну слушайте, если у вас такой троян, который за вас кнопочки нажимает, то вам уже не помочь. Нет, 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 это именно эллиптические кривые. Ну, в смысле, это или, ну, это... Это не ДСА, это эллиптические кривые. Это не ДСА? Не ДСА. Нет, 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 это конкретно эллиптические кривые и за авторством, за авторством диджи. Слушайте, так глубоко я не копал, не знаю. Может быть, вы правы, да. Это надо посмотреть просто повнимательнее. Да, я здесь, я здесь, как пользователь выступаю. Ща, значит, что мы хотели? Мы хотели, мы хотели завести обратно этого пользователя. Ну, кстати, вот он. Шикарный пароль, между прочим. Вот. Теперь мы говорим, отсюда берем, раздаем этот пароль. Говорим SSH, копия ID, темпусер, греб, cs, миссуру. Вот. Вот эта штука, которая копирует ключ на удаленную машину во вторая зиткис, называется SSH, копия ID. Скопировала. Проверяем. Темпусер, да? Зашли. Только ASC-PASS, не ASC-PASS почему-то. Ладно, давайте запишем это мне в долг. И в следующий раз я покажу, как этим пользоваться, потому что, честно говоря, я надеялся, что оно само заработает, но нет. Извините. Значит, у нас просто осталось еще немножко тем, которые я хочу сегодня добить. Простите, пожалуйста. Ничего? Ага. Вот. Значит, на самом деле тема только одна. Проброс портов. Собственно, довольно важная, ради которой все это затеяно. Вернее, полторы темы, еще агент. Итак, давайте сгенерируем ключ. Я как раз сказал, сгенерируем ключ. А ты чего? Вот. Сгенерируем ключ, у которого будет пароль. Вот. Тем самым мы... Что там? Темпусер. Темпусер. Эт. Греб. ЦС. Эмиссуру. О, и кто помнит этот пароль с Цезарем, да? Я не помню уже. Ха-ха-ха. Ладно. Значит, давайте еще раз. Обидно. Не торопиться. Черт, он знает, что я набирал. Я набрал хороший пароль, честное слово. Но он знает, что это за пароль. Видите? Он предупреждает. Вы тут набрали пароль, про который вообще известно, что это такое. Хотя это было вот так. Вот. Ну, хоть как-то, чтобы не было. Ну так вот, значит, смотрите, вот он ее добавил. Теперь мы можем пойти, захотеть туда зайти, на этот самый, туда вот. И у нас спросят пароль, но это пароль не пользователя с той стороны, а пароль от пасфразы. Что случилось? Мы поменяли шило на мыло. Мы раньше вводили пароль пользователя. Теперь вводим пароль от этой пасфразы. Обратите внимание, сколько я старался, потому что это новый для меня пароль. Я его не помню. Чем использование пасфразы лучше, чем использование удаленного пароля? Кто мне может сказать? Казалось бы, ну вот с чего начали, тем и закончили. Решили защитить наш ключик, защитить его пасфразой. Теперь нам его каждый раз вводить. Для того, что пароль, по сути, вот ключа. Да, это пароль от ключа. И чем это лучше? Да. Значит, во-первых, он не передается по сети. Во-вторых, это пароль от вашего закрытого ключа, он один. У вас может быть много разных хостов, и один ключ, с которым вы туда ходите. В современном СССР вы можете создать мастер-ключ, которым подписать много других ключей, ходить с этими другими ключами. Вот. То есть на одну группу хостов один ключ, на другую другой, на третью третью, чтобы не путать, чтобы знать, куда, ну, более гибкие управления. Но главная идея стоит в следующем. Один пароль, один ключ. Они много хостов, много параллельных. Вот. Это первое. И второе, вы на самом деле... Вы на самом деле можете запустить такую штуку, которая называется SSH-агент. Вот. Давайте этот прибьем. И запустим лосами. Вот и не наш. Это агент пользователь Джорджа, извините. Это не наше дело. Вот. Вы можете запустить такую штуку, которая называется SSH-агент. Вот. На самом деле надо делать это не так. Надо это делать, ну, типа, Eval в шелтскрипте, чтобы вот эти перемены экспортировать. Вот. Значит, PID у этого агента такой, сокет, который у него открыл, где он тут? Сокет он открыл вот такой. Вот. Командочка SSH-агент обращается к текущему SSH-агенту вот по этим самым параметрам. И в него, в агент, можно скормить ключи ваши. В том числе ключи с паролями. Скажите SSH-агент. Он скажет, так, я нашел ключ. Добавляйте, только пароль введите. Видите? Теперь у нас в нашем агенте засунут этот ключ. И мы, ходя на другой хост. Где тут у нас? Вот. Обращаемся за ключом к агенту. Агент говорит, у меня есть такой ключ, вы его добавили. Вы пароль введите. Вы по фразу от него уже ввели, все хорошо. И вот, пожалуйста. Значит, то есть, пока вы здесь, агент запущен, этим воспользоваться можно. Как только агент убит, соответственно, никто вашим ключом без вашей пасфразы воспользоваться не может. Если пасфраза достаточно надежная, то все это хорошо защищено. Вот. Можно посмотреть с H-V, мы увидим, как он сходит к агенту за ключом. Не вижу, чтобы он ходил к агенту за ключом, но он это сделал. Вот он увидел ключ. А, он уже офферит. Понятно, он взял из агента. То есть, это где-то раньше должно быть. Не вижу. Хорошо, давайте так. в том, что мы сходим туда. Apps. Во-первых, греб. Во-вторых, здесь два больше. Вот. Запятая агент. Вот. То место, откуда он взял. Ну вот. То есть, с тех пор, как у нас в агенте добавлен ключик, мы можем сходить с агентом вот так вот, и эта пасфраза будет даже запаролена и все равно заработает. Последняя тема на сегодня. Я от вас отстаю, честно, пионерская. Значит, мы можем заставить их сервер, SSH-сервер с той стороны или с этой работать, так же, как, помните, мы неткат запускали, работать клиентом. Ну, вернее, сервером по пробросу произвольного TCP-соединения на произвольный порт. При этом, что мы будем делать с этим портом, совершенно неважно. Главное, что TCP-соединение, в отличие от нитката, который идет просто голым текстом по интернету, в случае проброса его сквозь SSH, будет идти сквозь SSH защищенный. Если мы скажем примерно такое, SSH минус L локально, проброс локального порта на внешний, ну, скажем, раз, два, три, четыре, с той стороны, там, localhost, раз, два, три, четыре, пять, ой, address older.inuse. Ну, хорошо. Давайте здесь сделаем так. Ну, не знаю. Вот. Не, не с этой стороны. Извините. Это я на греб зашел. Значит, отсюда надо выйти. Секундочку. Вот он, смотрите. В результате у нас, давайте даже скажем P, у нас, а, нет, P не можем сказать. Сейчас, секундочку. Вот. В результате у нас, сейчас, где же он? Я что, торможу? А, вот, вот, извините. Вот. В результате такой команды, которую мы задали вот здесь вот, где она тут? Вот. У нас образовался сервер на localhost, на нашем, который слушает на порту 1.2.1.2. И когда мы к этому порту 1.2.1.2 подключаемся, он пробрасывает подключение на внешний хост, на порт 4.3.2.1. То есть, если мы здесь, скажем, да, то можем что сделать? Можем сказать нет кат. А, не можем. Нет кат. localhost host 1.2.1.2. Ну. Подключимся к локальному, к localhost по порту 1.2.1.2. ССХ его пробросит на ту сторону, вот сюда, к серверу, который назывался localhost 4.3.2.1, так же, как мы его тут и написали. Вот сюда. То есть, на нашей локальной машине подключение к порту 1.2.1.2 приводит к тому, что на удаленной машине происходит подключение вот сюда. Слово localhost здесь может быть что угодно. Не знаю, хоть вовыру. Вот. И вот сейчас мы вот здесь вот мы пишем вот сюда, а там оно появляется вот здесь. Ну, например. Например, у нас есть на удаленной машине, даже не так, Допустим, не знаю, мы хотим обойти какой-нибудь этот, как его, ну, сайтик, который у нас запрещен. Вот. Что мы делаем? Мы подключаемся к той машине, с которой этот сайтик доступен. Пускай это будет сайт www.ru, я не знаю. А здесь заходим на localhost. Ну, мы таки зашли туда, на www.ru, только мне сказали, что нельзя так заходить. Ну, давайте что-нибудь более разумное. Хорошо. Так. Ну, ладно, давайте там на localhost 80. Это то же самое, как если бы мы зашли на сайт grep.cs.ms.ru на порт 80. Пробросили порт. Значит, итак, минус L пробрасывает, организует сервер на внутренней машине, по которому доступны соединения на удаленную машину, указанную там. Обратное, минус R. Когда мы пробрасываем подсоединение к локальной машине наружу. Типичный пример проброса с СХ, чтобы можно было засыхаться к нашей машине. Сейчас я его приведу и на этом закончу. Вот это мы убираем. Минус R. С СХ минус R. Порт, который мы собираемся пробрасывать. Видимо, 22-й. Нет, наоборот. Там 2, 2, 2, 2. Localhost двоеточие. Двоеточие 22. Ну и дальше вот эта вся фигня. Минус L. Что при этом произошло? На той машине, к которой мы присоединились, вот на этой, на грепе. Минус LTP. Да, минус я сказал. На той машине, к которой мы присоединились, внезапно образовался сервер, который на порту 202.2.2.2. Это с СХД. Не буду уже входить в рутаж, чтобы вы мне поверили. Присоединяясь к которому, мы на самом деле присоединяемся к локальной машине, к его 22-му порту. Ну, даже можно здесь написать Penguin. Минус P. Да, минус я сказал. Вот. Он нам выдал хостки. Кстати, наш ли это хостки? Ну, видимо, наш. Да? И мы внезапно оттуда, снаружи, зашли на нашу машину внутрь. Да? Инспирион. Мы были снаружи и зашли внутрь. Таким образом, этой командой мы дали возможность заходить из интернетов на нашу машину, даже если эта машина была за каким-то фаерволом, за каким-то натом, за всем остальным. Все. Уже все сварились. Давайте еще раз, чтобы... Это вот, пожалуй, самый важный вывод сегодня лекции, после чего можно уже и отдыхать. Смотрите. Что мы сделали? На нашу машину мы можем локально зайти по Secure Shell. Мы бы хотели на нее извне заходить по Secure Shell. Проблема состоит в том, что у нас IP-адрес нашей машины внутренний и как бы извне сюда не попасть. Но мы можем зайти на такую машину, на которую мы можем попасть извне. Ну, например, вот сюда. На Греп я могу из интернета попасть. После выполнения этой команды на Грепе образуется сервер, который слушает на порту 2222. подключение к которому на самом деле аналогично подключению к нашей локальной машине по порту 2222, то есть с ССХ. Соответственно, когда мы делаем вот так вот, то мы говорим, что мы подключаемся на Localhost, а на самом деле там проброшен туннель и мы подключаемся вот на эту самую машину нашу инвлекционную. Вот. Соответственно, пользователям Penguin порт 2222 на удаленной машине соответствует нашему локальному 22, как написано вот здесь. Вот. Опять-таки, вместо Localhost мы бы могли написать какую-нибудь машину в нашей сети, так и мы могли задавать эти отключения. Ну, в данном случае это неинтересно. И таки, да, вот мы заходим. Таким образом, если у вас есть какая-то машина, ну, не знаю, купленная виртуалочка в свободных интернетах, то с помощью одного лишь ССХ вы можете творить разнообразные чудеса. пробрасывать туда ваш веб-сервер с локальной машинки, пробрасывать туда, например, демонстрацию десктопа, о чем, видимо, придется рассказать в следующий раз, делать какие-нибудь прокси, вот, еще что-нибудь такое. Вот. В частности, у нас был организован семинар, все, я закончил практически, у нас был организован семинар таким образом, что вот запускалась, вот на удаленной машине запускалась виртуалочка, и эта виртуалочка отдавала, в том числе, терминальный доступ к ней, чтобы можно было посмотреть картину. И все к ней подконектились, каждый у себя из дому, с пробросом, соответствующего порта, на котором терминальный доступ. И можно было посмотреть на эту виртуалочку каждого из дома. Несмотря на то, что дома, как обычно провайдер, никаких белых IP, ничего. Вот мы все туда подключаемся, смотрим вместе и работаем. Такая вот, такая вот картина. И точно так же, кстати, у меня устроены, точно так же у меня устроены дистанционные семинары сейчас с Ереваном. Там есть сервер под названием доска, к которому настроен терминальный доступ в видео, не с ССССР, а в НСССР, про который я обещал рассказать, но не успел. И мы все туда вместе подключаемся, причем я подключаюсь с любой точки, на которой я сижу, именно с помощью СССР. я сначала захожу туда в их сеть с пробросом порта на соответствующий удаленный хост там. Кстати, я покажу этот конфиг, и на этом я закончу. Собственно, никак не могу закончить, потому что хочется... Вот он. Вот идея состоит в том, что я захожу на удаленный сервер прям по вполне определенному IP-шнику. И пробрасываю вот этот вот минус L 22.15 10.2.26 2.22 пробрасываю 22-й порт от машины в тамошней локальной сети, чтобы можно было теперь зайти отсюда локально прямо туда. И там уже что хочешь делать. Да? То есть сначала я подключаюсь к какому-то хосту, к которому доступ есть, по СССР, вот к этому, а потом я подключаюсь сквозь него по порту 20.25 вот к произвольной машине. Это 246, если не ошибаюсь, демонстрационная машина, к которой можно подключаться. Ну, она там виртуальчик такая запущенная, к которой можно всегда подключаться, все мы с ней работаем. Вот, кстати, и вот вам, кстати, пример вообще конфигов с хашных. Файл .sh-конфиг, в котором описаны все эти опции в настроенных сайтах. Вот. Все, я отнял и так слишком много времени. Всем спасибо. Если есть вопросы, задавайте. Имеет смысл дальше на следующем занятии еще поговорить про ВНЦ, про терминальный доступ к видео? Наверное, имеет. Как считаете? Вам все равно? Можно, наверное. Можно, наверное. Ну, хорошо, посмотрим. Я посмотрю, что у меня еще в планах есть. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, ну, все, хватит уже. Спасибо.